Здравствуйте, дорогие гости наших интернет-ресурсов! Сегодня мы продолжаем наше знакомство с фондами Музея Малая Карелая. У меня в руках предмет, который можно назвать по-своему уникальным. Это старинный, 18-го, начало 19-го века крест. Не просто крест, это крест Киот, крест-мощевик из села Коида Мезенского района Архангельской области. Музей был перевезен в 1991 году, выявлен Верой Георгией Кондратьевой во время экспедиции в район. Такого рода кресты в 18-м веке и в 19-м имели широкое хождение в старобряческой среде. Мезенский уезд, Пинежский уезд, Александровский уезд, это нынешний Приморский район. Это все территории, где расселялись представители Поморского согласия, старобряческого. Их еще называли Даниловцы, беспоповцы. Ну и уже где-то на рубеже 19-го, 20-го веков среди как Поповского согласия, так и беспоповского согласия ходили вот такие кресты. Что он из себя представляет? Это деревянный киот, в котором сделано фигурное в виде креста несквозное отверстие, и помещен ларь в виде чеканного металлического и цветного металла креста. Что из себя представляет сам крест? Его ставрография, те изображения, которые мы с вами на нем видим. Я сказал о том, что этот крест поповского согласия. Поповские кресты от беспоповских крестов старобряческих отличались в первую очередь своим навершием, верхней частью креста. Мы с вами видим в центре изображение Господа Савоофа, Бога Отца, на облаках, а справа и слева изображение ангелов. Вот на поповских крестах именно такое изображение. У беспоповцев мы бы видели изображение спаса нерукотворного, спаса на убрусе. И в навершии самого креста распятия, мы с вами вот у изголовья Христа, мы с вами видим табличку с буквицами инсы «Иисус Назарей, царь иудейский». На беспоповских крестах мы бы видели хризму, подобную той, что у нас по концам большой перекладины «Иисус Христос». Кроме того, у крестов поповского согласия в основании креста отсутствует изображение пещеры и изображение райского древа. На беспоповском кресте мы бы ниже Голгофа, ниже черепа Адама, видели бы еще и древо жизни. То есть у беспоповских крестов космография гораздо шире. Я уже говорил о том, что это не просто крест, а крест киот, крест мощевик. В сам киот помещалось основание, тоже в виде креста, с частицами мощей. Их могло быть от 4-5 до 18-20 и даже больше. Вот перед нами сам мощевик. Это семейная реликвия, семейная святыня. Она находилась в подобном киоте. Сама эта святыня перевезена в город наш Архангельск из деревни Ручьи. Это тоже Мизинский район, где вот такие подобные киотные кресты бытовали. В 19-м и даже ранее, в 18-м веке. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Это деревянное основание. Как правило, дерево подбирали не случайно. Это кедр, реже липа, в котором сделаны несквозные отверстия. В эти отверстия помещали частицы мощей. Это мощи паломнические. В 18-м веке, в 19-м веке и ранее паломники совершали хождение на святую землю и приносили домой к себе, в отчизну, фрагменты. Например, камешек с гроба Господня, или камешек с места погребения Богоматери, или с места подвижничества пророка Илии, например. И помещали их туда, в отверстия, и заливали чистым воском. Такая святыня была своеобразным напоминанием о хождении, путешествии на святую землю. То есть была, если хотите, служила иконой. Иконой, которую помещали в домашний иконостас, в красный угол. Ну и такая икона сопровождала келийную домашнюю молитву. Сверху крест накрывался вот такой вот небольшой металлической пластиной, на которой мастер отчеканивал название мощей. В данном конкретном мощевике мы видим 18 частиц. И вот сверху на древе креста, на перекладинах, кратко помещались названия частиц. В частности, вот на этом кресте, например, мы видим частицу мощей пророка Даниила. И вот по этой частице можно приблизительно датировать время появления самого мощевика. Дело все в том, что по преданию в средние века, в 11-12, начале 12 века, мощи пророка Даниила были перемещены в Хорезон. Это на территорию современного Узбекистана, в город Самарканд, где как раз вот до сегодняшнего дня стоит мавзолей пророка Даниила. А для русских паломников, для паломников из России, эта святыня стала доступна только в XVIII веке. И вот можно предположить, что и сам крест мощевик, он тоже появился, он был создан, собран именно где-то во второй половине века XVIII. Наш крест мощевик неоднократно экспонировался в 2015-16 годах, он был выставлен на выставке «Крестовый образ русского севера», а в 2019 году, когда в нашей стране отмечалось 435-летие в Игорской старобрядческой пустыне, он экспонировался на выставке «Искусство благочестия», посвященной старобрядческому искусству, старобрядческой художественной культуре. Продолжение следует...